Три проекта Казанского университета впервые вошли в ежегодный аналитический сборник лучших разработок СНГ, как самые перспективные проекты в сфере транспортной инфраструктуры стран Содружества Независимых Государств. В этом бюллетене ежегодно публикуются именно те проекты, которые с точки зрения Внешэкономбанка и ТК СНГ требуют поддержки, являются наиболее перспективными и внедрением вообще на все территории стран СНГ и таможенного союза. Больше того, можно сказать, что в текущем бюллетене наши три проекта занимают всю его середину, то есть, в общем-то, ему делено беспрецедентное внимание, и мы считаем, что это очень хороший знак. Лучшими разработками стали системы навигации «Резонанс», «Одиссея» и «Созвездие плюс». Например, «Резонанс» позволяет определять состояние транспортного средства на протяжении всего его жизненного цикла. Это позволяет радикально снизить амортизацию автомобилей интегральную, повысить межремонтный ресурс и существенно снизить вложение в обновление парка транспортных средств для всех предприятий. Проект «Созвездие плюс» является уникальной системой навигации и ориентации, высокой точности, ключевыми факторами при построении беспилотного транспорта. Решение, которое мы разработали с нашим индустриальным партнером, во-первых, оно обеспечивает заданную требуемую точность навигации 10-20 см, во-вторых, они не требуют дорожной инфраструктуры, в-третьих, при автовых закупках его стоимость составляет менее 300 долларов. Это, конечно, прорыв. Третий проект «Одиссея» – это комплекс систем беспилотного вождения, прежде всего для специализированного транспорта. Это транспорт сельскохозяйственный, это транспорт карьерный, то есть карьерные самославы, и транспорт специального назначения, то есть всякие бульдозеры, экскаваторы и остальное. Эти технологии, они очень перспективны с той точки зрения, то, что позволяют работать эффективно тем объектам, которые требуют задействовать большого количества транспорта в условиях как раз пандемии, потому что как раз они не будут требовать оснащения именно людьми. По словам Дмитрия Чекрина, в проекты стали лучшими не случайно. Сотрудники Казанского университета являются авторитетными специалистами в этой области. Наши интеллектуальные собственности, нашими наработками пользуются практически все вендоры, которые выпускают, они выпускают беспилотную технику, интеллектуру Российской Федерации. Диана Желенкова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс.